Здравствуйте! Сейчас мы с вами провяжем такой цветочек, который напоминает цветок морозника. Сама схема выглядит таким образом. Используются три цвета. В принципе, цветовую гамму можете вы выбрать свою. Присуем узелок, набираем цепочку из пяти воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Замыкаем цепочку, вводим крючок в первую воздушную петлю, захватываем нить, протягиваем. Вязание первого кругового ряда. Набираем три воздушные петли подъема. Два, три. Затем провязываем два столбика с одним накидом с общей верхушкой. Накид провязываем, делаем накид. Накид провязываем. И теперь провязываем три петельки вместе. Так мы провязали два столбика с одним накидом вместе. И три воздушные петельки, которые выполняют роль одного столбика с накидом. Теперь две воздушные петли и повторяем. Дальше идет три столбика с одним накидом с общей верхушкой. Провязываем. Делаем накид. Провязываем один накид. Второй накид. Провязываем второй накид. Третий накид. Провязываем третий накид. Теперь четыре петельки на крючке протягиваем вместе. И получили три столбика с одним накидом вместе. Две воздушные петли и повторяем. Всего таких элементов у нас должно получиться пять. Накид провязываем. Второй накид провязываем. Третий накид провязываем. Провязываем четыре петельки вместе. Две воздушные петли. Три. Накид провязываем. Второй накид провязываем. Третий накид провязываем. Теперь их вместе. Две воздушные петли. Раз, два. И еще один раз этот элемент. Накид провязываем. Второй накид провязываем. И третий накид провязываем. И четыре петельки вместе соединяем. Две воздушные петли. Первый ряд у нас готов. Его нужно соединить. В верхушку первого элемента вводим крючок. Захватываем нить. Протягиваем. Теперь нить еще раз протягиваем. И обрезаем. Второй круговой ряд провязывается пляжей другого цвета. Вязание второго кругового ряда. Над макушкой первой захватываем нить. И фиксируем ее. Теперь над каждой аркой из двух воздушных петель нужно провязать по пять столбиков без накида. Вводим крючок в арку. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь в следующую арку вводим крючок. И так обвязываем по кругу, считая до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Следующую арку вводим крючок. Раз, два, три, четыре, пять. Ряд соединяем. Можно ввести за первый столбик без накида. Захватить нить, протянуть. Еще раз протягиваем. Нить обрезаем. И следующий, третий круговой ряд провязывается пряжей уже другого цвета. Вязание третьего кругового ряда. Пряжу другого цвета взяли. Находим. Раз, два, три, четыре, пять. Захватываем нить. И фиксируем ее. Делаем три воздушные петли подъема. Раз, два, три. Делаем два накида и будем провязывать три раза по два столбика с двумя накидами из одной петельки за столбик предыдущего ряда. Накиды провязали, столбик провязали. Два накида. Крючок вводим сюда же. Первый накид, второй накид и сам столбик. Теперь два накида. В следующую петельку также пару двух столбиков с двумя накидами. Два накида. Сюда же вводим крючок. Первый накид, второй накид, сам столбик. Два накида. В третью петельку. Два накида, столбик. Два накида, сюда же. И третья пара готова. Теперь делаем три воздушные петли подъема. То есть с этой стороны получается спуска. Следующий столбик захватываем нить и протягиваем. Соединительную петельку сделали. Обязательно подтягиваем. И переходим на следующую арку. Выполняем соединительную петельку. Протягиваем. И повторяем этот элемент пять раз над каждой аркой. Начинаем три воздушные петли подъема. Два, три, два накида. Три пары по два столбика с двумя накидами. Три воздушные петли для спуска и соединяем их. Таким образом, выполняем, пользуясь схемой, до конца. Провязав третий ряд до конца, пять элементов, три воздушные петли и крючок вводим туда, откуда начинали вязание. То есть, соединяем ряд. Соединительный столбик. Подтягиваем. Еще нить вытягиваем и обрезаем. Затем переворачиваем на левую сторону. И все эти ниточки фиксируем и обрезаем, чтобы лишними они здесь не были. Итак, если понравился урок, ставьте класс. Пишите свои комментарии. Вяжите такие цветочки с удовольствием. И, конечно же, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!